Продажа хендмейт за границу. Где еще начать продавать за границу, кроме Эйтси? Обзор маркетплейса и крейта США. Приветствую вас, друзья, с вами Прохоровская Светлана. Хочу поделиться с вами своей находкой. В описании под видео оставлю ссылку на этот маркетплейс. Друзья, хочу вам показать маркетплейс. Он достаточно небольшой, у него очень много видов товаров, категорий. Чем-то он мне напоминает Эйтси, но по размерам меньше. Давайте посмотрим, почему я вам рекомендую обратить внимание на этот маркетплейс. Смотрите, у него вот так много преимуществ. Из этих преимуществ я выбрала самые интересные. Давайте посмотрим, что пишут о себе создатели сайта. Эйкрейты – это бесплатный конструктор интернет-магазинов и онлайн-торговая площадка. Получается, если вы тут создадите сайт, клиенты у вас будут. С другой стороны, что мне очень-очень понравилось, если вы создадите здесь, то здесь все подходящие продукты отправляются в Google покупки. Получается, здесь есть дополнительный канал продаж, кроме тех посетителей, которые приходят на сайт. Разработка Эйкрейта началась весной 2004 года. После длительного периода они запустились в 2004 году. Маркетплейсу сейчас 17 лет. И, друзья, почему же он меня заинтересовал? Или я даже решила снять видеообзор по этому видео? Смотрите, вот самое интересное. Стоимость продаж на Эйкрейта – открыть и настроить магазин бесплатно. Комиссия за продажу в размере 2,9%. Я читала, смотрела, другой как бы платы я не нашла. Вы можете самостоятельно еще раз меня перепроверить. Есть часто задаваемые вопросы. Есть раздел «Селлинг». Есть вопрос-ответ по этому маркетплейсу. Вопросов ответа много. Вы можете посмотреть, сами почитать. Но я отмечу самое интересное, что заинтересовало меня больше всего. Помимо этого стоимости, что меня заинтересовало, что здесь в особенностях магазина есть такие интересные пункты. Google Shopping Fits, Google Analytics Support, Google Attribute Support. Получается, смотрите, еще что в этом маркетплейсе интересно, что они не закрывают ваш интернет-магазинчик маленький от поисковиков. Получается, мое мнение такое, что лучшие сайты для продажи за границу, маркетплейсы я имею в виду, это те, которые работают на основании ключевых запросов и не закрывают от индексации ваш интернет-магазин на своей платформе. А наоборот стараются, нацелены на то, чтобы ваши товары продвигались и продавались с помощью Google. Поэтому обратите на это внимание. Давайте взглянем с вами на статистику. Я посмотрела в SimilarWeb, сколько посещений у них за последние месяцы. 2,14 миллионов. Да, не Etsy, но вместе с тем это тоже не сильно мало. Из каких стран больше всего посетителей на этом портале? Смотрим с вами. На первом месте United States, это Америка, 80% практически. Потом идет Турция, около 3%, Канада, 2%, Аргетина 1,34% и United Kingdom 1,21%. Откуда больше всего переходов на сайт, из каких социальных сетей, платформ на этот портал? Pinterest на первом месте, практически 60%, YouTube на втором, 18% Reddit, Facebook, Instagram. Вы цифры сами уже видите. Смотрите, друзья, я хочу обратить ваше внимание на Pinterest. Какой бы вы маркетплейс не развивали, какой бы сайт вы не продвигали за границу, если вы хотите продавать в Америке, если вы хотите качественные, хорошие ссылки на ваш интернет-магазин, обратите внимание на Pinterest. К сожалению, в странах СНГ бытует миф, что Pinterest не продает еще что-то там, как это, занижает выдачи. Это все на самом деле ерунда. Откуда, наверное, такой разнесся миф? Подумайте сами. Если мастер открыл Pinterest и открыл его на русском языке, привлекает и подписывается на мастеров, я видела неоднократно такую ошибку, то, естественно, вместо покупателей на русском языке он получает таких же мастеров, как он, который просматривает, вдохновляется его идеями, может быть, даже, как вы говорите, копирует, да, но ничего не покупает. За границей большинство людей приходят на Pinterest, чтобы купить что-то. 60% по рекламе, по платной рекламе переходят на объявление и что-то покупают. Около 80-90% посетителей, это статистика Америки, да, приходят на Pinterest, чтобы подобрать что-то себе необычное, новое, интересное. Поэтому Pinterest очень хорош для продвижения интернет-магазинов, для продаж за границу. Поэтому, как говорится, не живите старыми мифами, а посмотрите на статистику и начните работать. Следующее, на что обращаю ваше внимание, что я еще интересного здесь нашла. Что нужно заполнять, чтобы получить продвижение в Google? Это переводы из этого портала. Атрибуты Google – это характеристики, описывающие продукт, который вы загружаете в свой магазин. Атрибуты необходимы, если вы хотите, чтобы ваши товары попали в Google покупки. Для получения дополнительной информации нажмите ссылку «Продвинуть мой магазин после входа в административный инструмент». Друзья, я искала по этому сайту, да, сколько же стоит на e-crate стоимость рекламы, стоимость вот этих покупок. По всей вероятности, будет оцениваться ваш вид товара. И почему? Потому что, если взять, например, Google, да, то вы помните, что цена клика по разным видам товара разная. Возможно, у каждого она будет тоже своя, и как бы дополнительный план по продвижению вам будет предложен какой-то свой возможный. Но это можно увидеть, когда откроешь интернет-магазин. Но это на самом деле, на мой взгляд, очень интересно. Потом у них функция Google Fit. Она позволяет отправлять информацию о товарах с вашего веб-сайта для использования в Google покупки и Google Product Ads, вместе известные как Google Merchant Center. Google Merchant Center – отличный инструмент для увеличения посещаемости и увеличения продаж на вашем сайте. Вот такой есть инструмент на этом маркетплейсе. Что можно сделать? Важный вывод по этому маркетплейсу. Что он будет открыт для продвижения ваш маленький интернет-магазин в Google. Он будет работать на основании ключевых слов. Существует ограничение в 10 тысяч товаров в вашем магазине, но его могут рассмотреть. Если вы производите, создаете свои товары, то я думаю, в первые месяцы или даже годы жизни вашего сайта вам не грозит заполнить сразу 10 тысяч товаров вручной работы. Это больше для крупных компаний. Следующий вопрос-ответ. Я международный продавец и не хочу отправлять товары в США. Это разрешено? Нет, чтобы продавать на икрейте, вы должны иметь возможность отправлять товары по всей территории Соединенных Штатов. Поэтому, если вы продаете товары на этом маркетплейсе, то будьте добры, отправляйте их в США тоже. Я думаю, мы все туда за этим и приходим. Друзья, если вам понравился этот сайт, загляните самостоятельно. Там вот эти часто задаваемые вопросы вы найдете и общие, и по покупкам, продажам, и по всем-всем-всем информации сайта я здесь смотрела. Вы можете самостоятельно посмотреть, перевести. Если вам интересна тема Pinterest, что это такое, как это работает, я написала в прошлом году книгу «Пинтерест. Первые шаги». В ней много дополнительных шаблонов. Под видео описание оставлю. Друзья, я вам желаю удачи и успехов в продажах за границу. Если вам интересно начать, поучиться, как продавать за границу, это тоже достаточно неплохой сайт. Вы можете сами с ним посмотреть, ознакомиться, сделать свои выводы. Если вам что-то ясно или не ясно, тоже пишите под видео. Возможно, вы что-то найдете больше, чем я. Будете более внимательны. Я просто увидела этот сайт, рассматривала там свою еще одну статью и решила с вами этим поделиться сайтом. Почему? На мой взгляд. Преимущество. Когда вы открываете сайт, вам не нужно платить помесячно, вам не нужно платить за листик, ничего. А вы платите только 2,9% с продаж, если что-то продалось на этом маркетплейсе. Это достаточно удобно, выгодно и дешево. Друзья, желаю вам удачи и успехов в продажах за границу. С вами была Прохоровская Светлана. Пока! До встречи в следующих видео.